Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. О событиях пятницы 1 ноября вам расскажут мои коллеги и я, Инга Габешия. Единый эскипас в этом году заработает на всех горных курортах Сочи. 177 километров трасс будут доступны для катания по одному билету. В Красной Поляне появится детский сад и пристройка к школе. Об этом стало известно во время визита главы Сочи. Подтоплений больше не будет. На КСМ приступили к прочистке главного водосточного коллектора. Центр Сочи на один день превратится в марафонскую трассу. В забеге примут участие более 5000 человек. 5 миллиардов рублей в региональный фонд развития промышленности. На Кубани в ближайшие три года намерены в разы увеличить объемы поддержки производственных предприятий. Такую задачу поставил губернатор. Вениамин Кондратьев провел заседание Совета по развитию отрасли. О том, как регион встает на промышленные рельсы, наш следующий сюжет. Точность данного оборудования, оно исчисляется в микронах. И если сравнивать с размером, то человеческий волос гораздо больше размером, чем может здесь конструктор достичь результата на этом оборудовании. Высокоточная техника способна удовлетворить любые дизайнерские запросы. Здесь готовы сделать форму даже для пластиковых бутылок с узорами в виде винограда. Но болванки для выдуватары – не единственная продукция машиностроительного завода в Кропоткине. Здесь выпускают целые линии для упаковки различных товаров и нанесения на них этикеток. По сути, на фабрике создают оборудование, на котором потом работают уже другие предприятия. Данный вид оборудования в большей части производился с европейскими компаниями. И наше производство, выполняя задачу производства оборудования и вводя новые виды машин, мы прямо импортозамещаем. В год наш завод вводит не менее двух-трех единиц номенклатуры нового оборудования. У нас есть яркие примеры за последние полугодия, когда мы поставили высокопроизводительные машины тем заказчикам, которые ранее долгое время работали на европейских машинах. Импортозамещением здесь занялись еще до того, как это стало модным. В конце 90-х завод, выпускавший строительные приспособления, перепрофилировался и начал конкурировать с Западом. Венемину Кондратьеву показывают действующие цеха. Наглядный пример того, что в нашей стране всегда в любые времена могли создавать сложное оборудование. Станки, за которыми трудилось ни одно поколение, тут не списывают. После модернизации на них продолжают создавать уже современные агрегаты. Очень наглядный пример. Например, правая сторона, то что было, и левая сторона, современные станки, то что есть и то что будет. Но это все в одном цеху. Вот без этого, без правой стороны, не было бы левой стороны. Вот мы должны это понимать. То есть предпечатающее развитие нашей экономики. И мы должны сохранять старое, чтобы приумножать новое. А это цех, в котором тестируют только что собранные автоматические установки для выдувания пластиковых бутылок. Один из самых ходовых товаров Кропоткинского завода. Подобные конвейеры, рассказывает губернатору, могут быть адаптированы под мощности любой компании. От маленькой с производительностью тысячи бутылок в час, до крупной с выпуском 12 тысяч изделий в час. Спасовка малой вот такой тары с большой горловиной. Майонеза и так далее. Максимально сегодня на Кубань есть все условия для развития очень широкомасштабной переработки. Максимально. То есть вот эти вот маленькие, как его назвать, серотехом назовешь, линия. Малый бизнес, действительно, максимально заинтересован в таких линиях. Максимально заинтересован, потому что вот это наша собственная возможность ирабатывать качественную продукцию и упаковывать. Разворот на малый и средний бизнес даже со стороны крупных компаний не случайен. Именно небольшие предприятия должны стать локомотивом экономики Кубани. Как доказательство того, что это некрасивые лозунги, а реальная программа в Кропоткине заложили памятную капсулу в основании нового индустриального парка, рассчитанного для малого и среднего бизнеса. Это уникальный проект для региона и первый на юге России. На 13 гектарах создают тут площадку, которая будет полностью готова для размещения современных производств. Участие в торжественной церемонии приняли губернатор Кубани Венемин Кондратьев и председатель законодательного собрания края Юрий Бурлачко. Этот индустриальный парк реализуется в рамках национального проекта нашей страны. Это развитие малого и среднего бизнеса при поддержке правительства Российской Федерации. Инфраструктура к этому парку будет финансироваться за счет средств федерального бюджета. На эти цели в рамках программы выделяется 500 миллионов рублей. Есть резиденты, которые уже зайдут на этот парк, они ждут, когда уже парк откроется. И это важно, что мы не делаем и не строим не только парк ради парка, а мы изначально понимаем, какой будет результат. А результат – это работающая промышленность нашего края, конечно, Кропоткин. Это уверенность, уверенность тех, кто будет работать на этих предприятиях в завершеннем дне, потому что у них будет возможность прийти на работу и получить зарплату. От имени депутатов Кубанского парламента я искренне поздравляю вас с таким прекрасным, знаменательным событием – началом строительства технопарка «Достояние». Безусловно, это знаковое событие не только для Кропоткина, не только для восточной экономической зоны. Это знаковое событие для всей Кубани. В индустриальном парке «Достояние» уже есть первые резиденты. Все свои предприятия здесь намерены открыть картонажная фабрика, завод по розливу бутилированной воды и по производству безалкогольных напитков. Планируется, что в новой промышленной зоне появится более 500 рабочих мест. По нацпроекту в крае должно появиться еще пять таких парков, что сегодня еще необходимо сделать, чтобы промышленный сектор Кубани стал сильнее, говорили уже на отдельном совещании профильного совета. Губернатор уверен, такие индустриальные площадки со всей необходимой инфраструктурой – это отличный инструмент для развития небольших производств. Мы должны идти по пути развития промышленности, это развитие индустриальных промышленных технопарков. Другого пути нет, где как минимум от трех до 30 резидентов. Взошли, мы подвели сети и заработала промышленная территория. И неважно, как она называется, индустриальный, пром, техно и тому подобное парк. Если есть рядом земля, вот не надо искать где-то промышленные парки, индустриальные парки где-нибудь вон там, на свободной территории. Если рядом, там их и делать нужно. Вот это единственный способ сегодня максимально качественно и быстро обеспечить площадками тех, кто хочет заниматься промышленностью, переработкой, чем захотят, но в рамках вот этих территорий. Для того, чтобы добиться прорыва в промышленном секторе региона, делается немало. Так, с апреля прошлого года в крае работает фонд развития промышленности. Он позволяет кредитовать производственные предприятия под приемлемый процент. Для бизнеса это стало своеобразной подушкой безопасности. Сегодня фонд имеет достаточно широкую линейку различных программ финансирования предприятий по шести направлениям. Льготные условия займа, льготные условия фонда даются возможность получать кредиты под процентную ставку от 1 до 6 процентов годовых. На совещании было принято решение декапитализировать фонд развития промышленности края в последующие три года до 5 миллиардов рублей. Сумма беспрецедентная. Кроме того, со следующего года воспользоваться льготными займами смогут перерабатывающие производства. Об этом на совещании заявил губернатор. Объем государственной поддержки пищевикам, то есть кто занимается пищевой промышленностью, примерно около 15 миллиардов рублей. Это по скромным цифрам. Сегодня у нас пищевая промышленность не является субъектом поддержки фонда промышленности. Вот давайте расширим здесь бизнес пищевой промышленности. Тоже должен стать субъектом фонда развития, фонда поддержки промышленности. Я думаю, это будет абсолютно правильно. Потому что мы должны максимально перерабатывать все, что мы производим. Максимально перерабатывать. Поэтому здесь, естественно, поддерживая переработку, мы как раз и уходим от сырья. Тем самым добавленную стоимость полностью все собираем. Рабочие места, естественно, и налоги. Разговор на совещании шел не только об открытии новых производств. Сводств, скрытый потенциал экономики края – это предприятия банкроты, таких по краю 118. Больше всего в Краснодаре, Армавире и Абширонском районе. И они простаивают, ожидая своего часа. Губернатор обратился к главам муниципалитетов. Ситуацию необходимо взять в свои руки. Понятно, это бизнес и это владельцы этих заводов. Понятно, в основе лежит тот самый бизнес, та самая экономика. Но мы уже в ручном режиме работаем, даже, наверное, с половиной тех, кто находится в предбаткотном состоянии. Значит, надо активнее работать, качественнее работать. Я понимаю, что за бизнес, может быть, и неправильно это делать, потому что они, в первую очередь, должны заботиться о своих предприятиях. Ну а мы здесь должны максимально быть толкачами, что ли, если хотите. Потому что состояние их бизнеса, как ни странно, влияет на социальную жизнь. Муниципальных образований, где их бизнес находится. Поэтому стоять или быть равнодушными к тому, что предприятие, как говорят в народе, загибается. Но мы не можем, это неправильно. Неправильно, коллеги. Поэтому давайте вгрызаться в эту проблему, вгрызаться и находить решение этой проблемы. Тогда на самом деле будет результат. Промышленность – самая динамичная развивающаяся отрасль экономики региона. Еще несколько лет назад трудно было представить, что Краснодарский край аграрный и туристический вообще сможет ассоциироваться с производственным направлением. Еще три года назад на промышленный сектор экономики краевые власти выделяли всего 20 миллионов рублей. На совещании профильного совета стало известно, что господдержка промышленности на Кубани в следующем году достигнет уже рекордного 1 миллиарда рублей. Укрепляют деловые связи и привлекают инвестиции уже полвека. Региональная торгово-промышленная палата празднует 50-летие. Работников объединения с юбилеем организации поздравил губернатор Краснодарского края. Торжества проходили сегодня в Краснодарской филармонии. Глава Кубани отметил весомый вклад палаты в создание привлекательного делового климата в регионе. Именно ТПП стояло у истоков создания крупных выставок в крае – инвестиционного форума в Сочи, кубанской ярмарки, которые стали важнейшими бизнес-событиями в России. Современная история краевой организации началась в 1969 году, когда было создано Краснодарское отделение Всесоюзной торговой палаты. В настоящее время в регионе действуют 34 отделения организации. В них состоят более 5000 ведущих предприятий от индивидуальных предпринимателей до крупных промышленных производств. На Кубани завершили уборку винограда. В этом году в регионе получили урожай более 212 тысяч тонн ягоды. Самые внушительные объемы показали в Тимрюкском, Крымском районах, Анапе, Геленджике и Новороссийске. В среднем в крае с одного гектара собирали по 100 центнеров винограда. Губернатор региона отметил, что уже через две недели на Кубани приступят к высадке новых саженцев. Выращивание винограда – это сложный и кропотливый труд, который нуждается в поддержке и прежде всего финансовой. Чтобы виноградари могли увеличивать площадь насаждения, только в этом году на закладку молодых виноградников и питомниководства мы выделяем более 850 миллионов рублей. Благодаря этому мы можем наращивать производство качественного кубанского вина, которое все больше пользуется спросом не только на российском, но и на международном рынке. Только с начала года кубанские предприятия выпустили больше 17 миллионов декалитров винодельческой продукции. Это почти на 7% больше прошлогодних показателей. В Красной Поляне будет построен детский сад и пристройка к школе. Об этом стало известно о входе объезда главы Сочи с северной части Адлерского района. Основной акцент был сделан на социальную инфраструктуру. Какие еще проекты готова реализовать мэрия в Краснополянском сельском округе, узнаем из следующего сюжета. Расчистка русла реки Кепша идет полным ходом. В прошлом году здесь сошел сель, затопила часть одноименного поселка. Главе города докладывают, осталось вывести 15 тысяч тонн грунта. Работы планируют завершить к середине ноября, как раз к сезону дождей. Детский сад номер 117 поселка Кепша – следующий пункт остановки в маршруте объезда. В здании нужно заменить систему отопления. Горячие батареи только в игровой комнате и спальне дошкольного учреждения. Из-за отсутствия разводки и недостаточной мощности котла все остальные помещения обогревают при помощи кондиционеров. Переход на газ, говорит заведующая детским садом, позволит организовать еще две группы для детей в возрасте от 5 до 7 лет. А в соседнем поселке Красная Поляна, с учетом его интенсивного развития, уже требуется строительство еще одного детского сада. Место для него практически выбрали. Возможно, это будет участок на улице Защитников Кавказа. Здесь находились аварийные дома. Часть уже снесли, остальные разберут в ближайшее время. Надобность есть здесь? Да, тут очень большая надобность. В Поляне очень большая. Тем более, это центр Поляны. Посмотрите, вот этот участок, который будет сноситься барак, он все равно убирается. И общую площадь участка, и все типовые проекты, которые могут сюда зайти. Чтобы уже мы поставили точку сегодня, здесь в любом случае никакого жилья строиться не должно, только строение социальной направленности. Параллельно со строительством детских садов и школ на курорте решают проблему и с набором персонала для новых социальных объектов. Глава города осмотрел площадку под строительство второй очереди социальных домов на улице Ачишковской. В них получат квартиры переселенцы из аварийного жилья, а также педагоги и врачи, которые готовы переехать на работу в Красную Поляну из других городов. Мэр также встретился с местными жителями, чтобы узнать, какие именно проблемы требуют внимания муниципальных и краевых властей в первую очередь. В частности, сельчане просили власти для удобства их детей внести коррективы в расписание школьных автобусов, а на дорогах установить дополнительные пешеходные знаки. Говорили и о предстоящем зимнем сезоне. В частности, местные жители предложили ввести скипасы для многодетных. Ольга, 10-го телекомпания, ФКТ. К новостям вернемся после прогноза погоды. Не переключайтесь. 2 ноября в Сочи переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 11. Днем 12, 14 градусов выше нуля. Температура морской воды плюс 19. Единый скипас в этом году заработает на всех горных курортах Сочи. Более 177 километров трасс. Впервые в России горнолыжникам и сноубордистам предлагают такую масштабную зону катания по одному билету. Пробный запуск единого скипаса в горах Сочи состоялся в прошлом сезоне, когда подъемниками на курорте «Роза Хутор» и «Газпром» можно было воспользоваться по специальным билетам. В этом году единый скипас впервые объединяет инфраструктуру всех горных курортов Сочи. Это означает, что для туристов будут доступны канатные дороги и трассы «Роза Хутор», «Газпрома» и курорта «Красная Поляна». А инфраструктура – каждого из трех курортов. К примеру, прокаты снаряжения и школы инструкторов. Между нижними станциями канатных дорог будет курсировать бесплатный автобус для обладателей единого скипаса. Старт продаж запланирован в декабре. На выбор туристам предлагается несколько тарифов в зависимости по продолжительности действия билета. Воспользоваться единым скипасом туристы смогут с даты официального открытия сезона на всех трех курортах. Ориентировочно общая зона катания станет доступна после 20 декабря. В Абхазии в Международный день Черного моря российские военные провели акцию «Чистый берег». К всемирной акции служащие российской военной базы присоединились впервые. Экологический десант убрал мусор на трехкилометровой пляжной полосе, которая находится на прибрежных полигонах боевой подготовки в Гудаутском, Ачамчирском и Гульрипшском районах Абхазии. Летом военнослужащие со своими семьями также периодически проводили субботники в береговой зоне отдыха на территории военной базы в Гудауте. А на КСМ приступили к прочистке коллектора. Главный канал водосточной сети микрорайона забит илом, что становится причиной затопления дороги и соседних домов. Сегодня ход работ проинспектировал глава Центрального района Сочи. О том, что центральный коллектор микрорайона не промывался и полноценно не обслуживался годами, жители КСМа пожаловались главе города на сходе граждан. Приступить к работам мэр поручил до начала сезона дождей. На сегодняшний день грязи в ливневке скопилось в человеческий рост, из-за чего дождевой воде и некуда деваться. Во время ливня затопления не избежать. Вся вот эта масса воды, когда поднимается, то есть она затапливает первые этажи, соответственно заходит в дома, в школу заходит вода, фактически наносит ущерб. Поэтому было принято решение по указанию главы, обследовали с водостоком и с сегодняшнего дня начинается это производство. Работа действительно большая, колоссальная. На ближайший год фактически мы этот коллектор очистим, а там дальше уже будем принимать решение, чтобы раз в год производить зачистку этого коллектора. 300-метровый коллектор – это открытый трубопровод. По желанию жителей КСМ его закрыть, чтобы на этом месте создать прогулочную зону. Это достаточно серьезная вещь для нашего микрорайона и для нормального проживания в микрорайоне. Поэтому мы акцентируем на нем внимание, в связи с тем, что сейчас опять будут дожди, и хотелось бы, чтобы комфортное проживание в микрорайоне продолжалось. Но в основном жители просто бьют тревогу, говорят о том, что есть проблемы, и ее надо решать. И нас услышали сейчас, и вот занимаются этой проблемой. Все работы по прочистке коллектора в микрорайоне КСМ завершат в течение следующей недели. Центральный район города Сочи на один день превратится в марафонскую трассу. 3 ноября в городе состоится «Сочи-марафон» – масштабный забег, в котором примут участие более 5000 человек. Администрация города предупреждает горожан и гостей курорта об изменении схемы движения и работы общественного транспорта на время проведения Сочи-марафона. Спортсмены будут соревноваться на разных дистанциях – от 2 километров до 42 километров. На двоих участники марафона пробегут по самым живописным местам города от морского порта по курортному проспекту мимо Зимнего театра, Дендрария и парка Ривьера. На время проведения соревнования будут перекрыты важные дорожные артерии. Так, с 7 утра до 4 часов дня будет запрещен проезд на определенных участках курортного проспекта улиц Конституции, Несебрская и Москвина. Также частично будет закрыто движение по улице Новогинская. Изменится и движение общественного транспорта. Так, маршруты, номера которых вы видите на экране, будут ездить по дублеру курортного проспекта, а далее по улице Транспортная – выездом на курортный проспект. Пригородные маршруты Лазаревская, Сочи будут двигаться по улицам Виноградная, Гагарина, Московская с выездом к железнодорожному вокзалу. Общественный транспорт, который перевозит пассажиров по улице Виноградная, будет ездить по маршруту, который вы видите на своих экранах. Работа автобусов по маршрутам номер 11, 15 и 23 и вовсе будет приостановлена. Подробнее о движении общественного транспорта во время проведения марафона можно узнать на сайте администрации города Сочи. В Сочи отпразднуют День народного единства. Культурные и спортивные праздничные мероприятия пройдутся 2 по 4 ноября. Завтра в 10 часов на Центральном стадионе состоится спартакиада народов города Сочи. Представители национальных общин будут состязаться в волейболе, футболе, шахматах и перетягивании каната. 4 ноября праздничный день начнется с торжественной литургии в честь Казанской иконы Божьей Матери. Ее возглавит епископ сочинский Туапсинский Герман в соборе святого равноапостольного князя Владимира на улице Виноградной. Начало богослужения в 8.00. Затем в 12 часов стартует общегородской праздник. На площади Южного Мола развернутся национальные подворья, демонстрирующие быт и культуру этносов Сочи, а также состоится дегустация национальных блюд и напитков. Помимо этого на всех главных площадках районов пройдут праздничные мероприятия с участием творческих коллективов. Начнутся они одновременно в 14.00. В это воскресенье в Сочи пройдет акция «Ночь искусств». Выставочные проекты, тематические мероприятия, экскурсии и концерты проведут 3 ноября с 19 до 23 часов во всех районах города. Музей истории города-курорта, к примеру, в 18 часов для школьников организует цикл занятий искусства древних. В музее истории Хостинского района пройдет творческий вечер в честь 80-летия известной поэтессы Аллы Кабаидзе. В доме музея Островского посетители смогут познакомиться с экспозицией литературной Сочи и юбилейной выставкой «Островские в изобразительном искусстве». В 20 часов для всех ценителей классической музыки здесь состоится концерт артистов городской филармонии «Искусство объединяет». В сочинских библиотеках в этот день пройдут книжные выставки, кинопоказы, мастер-классы, викторины, музыкальные и творческие мероприятия. День дизайна на Олимпе отметили в Сочи. Уникальное мероприятие для жителей и гостей курорта подготовило сочинское городское отделение «Союза дизайнеров России». Крепкий дом начинается с прочного фундамента, а красивый дизайн – с правильной постановки задач. Поэтому важно не торопиться при выборе специалиста, который будет работать над созданием красоты и комфорта в вашем доме или офисе. То, что работа дизайнера – это недорого и необходимо для экономии времени и денег, решили рассказать представители Сочинского отделения «Союза дизайнеров России» в формате акции. Местом проведения дня дизайна был выбран торговый центр «Арин». Мы считаем, что дизайн – это самое народное, самое популярное искусство, и оно должно быть ближе к потребителям. Вот самым удобным местом для такого контакта являются большие центры торговые. Интерьер – это очень сложный организм, может сопоставимый с человеческим организмом. Поэтому для того, чтобы правильно его организовать, чтобы у вас потом было чувство удовлетворения при общении с этим пространством, обязательно нужен такой уникальный специалист-дизайнер. На этой площадке собрались лучшие профессиональные дизайнеры интерьеров с большим опытом работы. Они знают, в каком стиле спланировать помещение, какую предложить мебель и декоративные элементы, и какой нужен свет. Дизайнеры представили свои портфолио, бесплатно провели консультации и были готовы ответить на любые вопросы. Самый первый вопрос, который возникает – это функциональное назначение этого помещения. Если это жилое помещение, то кто планирует проживать, или человек, может быть, планирует себе приобрести квартиру просто под отдых, летний отдых. Третий вопрос, который мы задаем уже людям, которые пришли сюда – это, естественно, стилевое направление и красота. Что они под этим подразумевают? Для гостей мероприятия организаторы подготовили развлекательную программу с сюрпризами и выставку интерьерных картин, выполненных в различных техниках членами Союза дизайнеров России. Организаторы акции намерены сделать такое мероприятие традиционным и чаще проводить бесплатные консультации для потенциальных клиентов. В Сочи 2 и 3 ноября пройдет Кубок Черного моря – этап Кубка мира по фехтованию на саблях среди юниоров. Соревнования соберут лучших молодых спортсменов со всего мира. Россия всегда славилась сабельными традициями и до сих пор является одним из сильнейших участников на международной арене в этом виде оружия. Победные традиции успешно продолжают российские юниоры и юниорки. На Кубке Черного моря будут выступать серебряные призеры первенства мира и бронзовые призеры первенства Европы 2019 года, а также неоднократные призеры этапов юниорского Кубка мира и европейского кадетского цикла первенств России. Соревнования пройдут в Федеральном центре единоборства. У центрального стадиона вход для зрителей свободный, но при себе нужно иметь удостоверение личности. И на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билай» на 76-й, а также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Заходите на наш канал в Ютубе «Говорит Сочи». В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok